МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Железное бездорожье, чего требуют сотрудники Укрзалезницы Устен Мининфраструктуры. Потемкинская школа. Сегодня в 10 часов утра в Василькове рухнул фасад недавно отремонтированной школы. Обрушились даже внутренние перегородки трехэтажей здания. В это время в учебном заведении шли уроки. Есть ли жертвы и кто понесет ответственность за это? Подробности расскажут наши корреспонденты. Все произошло неожиданно, рассказывает ученик шестой школы Василькова. Прямо во время урока в стены здания начали рушиться. Только благодаря мгновенной реакции взрослых никто не пострадал. Спасатели эвакуировали почти 600 человек, многих с помощью пожарной лестницы. Когда открыла дверь, увидела, что небо и нас эвакуировали очень быстро, за три минуты, або меньше даже. Учительница думала, что кто-то дверь стукает. Она вышла посмотреть и когда вышла, увидела, что штука только сыплется. Через минуту, когда она зашла, послышался страшный грохот и как бы все попадало, дверь выбило, шкаф упал на детей. По словам спасателей, единственный пострадавший 15-летний мальчик. У него травмировано плечо. До сих пор на месте завала работают около 200 спасателей и 20 единиц техники. Почему обрушилось здание школы, все еще выясняют. Одну из версий озвучил вице-премьер Геннадий Зубко. Канализация, которая ей порят и которая три дня, практически, после этих дочек могла быть причиной руйнования такой школы. А вот местный житель Игорь Гаврилюк, снимавший на видео спасательные работы, отмечает, здание школы давно нуждалось в ремонте. А вот трещина, о которой мы говорили. Эта трещина уже давно треснула, но никто на это внимания не обращал. Вот сейчас Владимир Иванович Сабадаш давал мэр города Василькова интервью. Интересно, видел он эту трещину, которая не первый год уже здесь. И почему здесь не отремонтировано? Директор злополучной школы Леонид Горулько говорит, в этом году на ремонт учебного заведения выделили 400 тысяч гривен. И утверждает, все деньги ушли по назначению. Наличие трещины в здании он отрицает. Разбираться в том, кто виноват в обрушении здания школы, будет специальная комиссия, созданная премьером Владимиром Гройсманом. В полиции Киевской области открыли уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасной эксплуатации зданий и сооружений». Егор Логинов, Александр Пантелеймонов, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер из Киевской области. Обывали стены в Васильковской школе говорили сегодня и на заседании правительства. А еще подытожили первый месяц работы системы электронного декларирования и создали комитет промышленного развития. Все подробности знает Ирина Романова. Правительство поможет восстановить Васильковскую школу. После того, как комиссия проведет экспертизу и подсчитает стоимость работ. С этой новости начинает заседание премьер. Пока же дети будут учиться в соседней школе, добавляет Владимир Гройсман. И возмущается нерадивостью местных чиновников. От проблем локальных переходят к вопросам государственным. Рассматривают концепцию популяризации Украины в мире. Как именно будут популяризировать Украину в концепции ни слова. Тем не менее, министры поддерживают документ единогласно. Как и создание Нацкомитета развития промышленности. Мы планируем в следующем году 3% рост. Но мы точно понимаем, что этот рост можно подвоить. Дальше премьер приглашает для отчета руководителя Нацагентства по противодействию коррупции. Хочет услышать, нет ли снова сбоев в ее декларировании. Наталья Корчак уверяет, декларации потихоньку поступают. Но компьютеров не хватает. Да и серверы пока в аренде. Мы обратились к комитету министров, чтобы вырешить вопросы Деньги Гройсман поручает Минфину в бюджете отыскать. И напоминает, до конца октября о своих доходах должны отчитаться около 50 тысяч госслужащих. Министры в панике. Иногда ты работаешь с чернеткой на компьютере, который после работы ты используешь сам в офисе своем. Хочешь его взять домой, чтобы дальше работать. И чернетка не сохраняется на другом компьютере. Как это сделать, чтобы было возможно с другими компьютерами работать с ключами. Введены новые поля, которые я не должен, я не могу их заповнювать. Но без их заповнения у меня просто я не могу подать эту декларацию. Понимаете? И выходит так. Або мне нужно писать некоректную информацию, або не подавать вообще информацию. Выникают какие-то вопросы уже конкретного характера, которые нужно просто шляхом экспериментально-доследовательной части пройти. Какая у вас там ответственность за экспериментально-доследовательную часть? Нет, не забывайте, что национальное агентство... Вопрос ответственности интересует и министра юстиции. Чтобы мы сняли любого рода побоевания и застережения и дали возможность притягать до ответственности тех чиновников, которые будут вказывать брехню в декларации. Есть пропозиция провести нараду вместе с представниками Национального антикоррупционного бюро, Генеральной прокуратуры. Совещание премьер поручил организовать главе Минюста, а руководителю на ПК создать внятную инструкцию по заполнению деклараций. Ирина Романова, Иван Ермаков. Подробности Телеканал Интер. Недостатком системы электронного декларирования на РДЕПу посвятили целое заседание антикоррупционного комитета. Говорить действительно было о чем. Ведь система работает уже почти полтора месяца, а технические проблемы как были, так и остаются. Когда систему запустят полноценно, и где затерялись коды доступа к реестру? Об этом подробнее моя коллега Анна Каменева. Это заседание антикоррупционного комитета всецело и полностью посвящено проблемам электронного декларирования. Оно и понятно. Почти через три недели у чиновников заканчивается дедлайн для подачи документа. Не успел? Отвечай по закону. Назагентство по предотвращению коррупции и НАБУ начнут расследование. Но до сих пор, а прошло полтора месяца после запуска реестра, все проблемы системы не устранены. Сайт, который не является чем-то сложным, который не является чем-то невероятно важным заданием для любого программиста, он уже полтора месяца фактически работает криво или вообще не работает. Пока сайт не выглядит так, как требует закон, это фактически индульгенция для всех, кто сейчас заповню, чтобы в будущем сказать, что сайт был неправильный, а я не мог дописать. Видим, там пять разделов света, в которых есть по 10-15 недоликов, которые не усунены на сегодняшний день. И эти недолики должны были усунены Институтом защиты информации и Державной службы защиты информации. Какие тут проблемы? Кто виноват? Тут, по-моему, все ясно, кто виноват. На заседание пригласили членов НАСА по предотвращению коррупции, господсвязь, представители Кабмина и общественность. Начиная с отчета последних, по их словам, нужно устранить массу технических нюансов. К примеру, в пункте о преимуществе, которое в пользовании членовника, и о наличных деньгах, которые у него есть. Форма декларации потреб НАЗК уверяют, все исправили фактически за эту ночь. Предлагают проверить прямо в зале заседания, заполнив декларацию. Но оказывается, проблемы по-прежнему не все решены. Когда их устранят и кто должен это сделать? НАЗК кивает на госпедсвязь, та в ответ на НАЗК. На сегодняшний день, если мы увидели только что существует вопрос технического характера, которые сами выявлялись не только на гражданстве, но и на Национальной Агентстве, мы обратились, соответственно, до технического органа установки, про усунение тех или иных вопросов. Станом на сегодня, за моими данными, лишь два пункта остаются еще доопрацювания спильными усилиями. И новое обновление этого программного продукта должен быть сегодня запуск. И на сегодня мы надаем консультативную и методичную помощь IT-департаменту НАЗК для того, чтобы управлять недолики, которые на сегодня возникают чисто технично. Все технические проблемы, которые появились в системе, появились после того, как Держпедзвязок их доопрацював. Кто носил изменения, так и непонятно. Замкнутый круг неожиданно выясняется. Никто не знает, у кого ключи доступа и кодек реестру системы электронного декларирования. Официально все пароли, логины и доступы до НАЗК, а безпосередньо до отдела защиты информации, не передавались. Передавался аттестат на КСЗИ этой системы и в присутствии ПРОВН. Также были сделаны все действия для того, чтобы властник этой системы передавался все необходимые атрибуты. Вы им передали коды? За моими данными, так. Мы все передали. Не можно установить, у кого те коды и пароли. НАЗК говорит, что у них ничего нет, а ДСЗИ говорит, что у них ничего нет. Кто контролирует систему программного обеспечения НАЗК? Чтобы все же найти властелина кодов, комитет решает создать следственную группу, в которую войдут и нардепы, и представители общественности. А исправно работающую систему декларирования депутаты надеются увидеть уже на следующей неделе. Анна Каменева, Сергей Еременко, подробности телеканал Интер. Объявлять седьмую волну мобилизации президент пока не планирует. Об этом Петр Порошенко сообщил на заседании Совета регионального развития накануне Дня защитника Украины. Он напомнил, что сейчас в армии осенний призыв, но подчеркнул, что призыв это только обучение. Направлять военных в зону АТО не будут. И добавил уже, вышел указ о демобилизации шестой волны. И тут уже, шановные главы областных администраций, главы областных рад, на вас лягае надзвичайно великое завдание, разом с местными главами. Это облаштование демобилизованных. Мы обговорили несколько инициатив окремых главы областных администраций о выделении денег местных бюджетов для не только выделения земельной делянки, а и для допомоги в строительстве. Также на текущей неделе Порошенко пообещал подписать закон о госрегистрации прав на недвижимое имущество и защите прав собственности. Он считает, что принятый депутатами 6 октября закон положит конец земельному бандитизму и дал министрам внутренних дел, аграрной политики и юстиции поручение остановить схемы, которые используют земельные рейдеры в селах. Есть категорически непрепустимые случаи земельного рейдерства, которые мы наблюдали в последнее время. И я хотел бы уверен, что и я как президент, и уряд начали с премьер-министром, и Верховная Рада, и коалиция быстро отреагировали на подобные случаи, принявши соответствующий закон, который мы договорились, что я его сегодня отримую из Верховной Рады. Уряд поддерживает его, надает соответствующие выставки. И на этом течение он будет подписан и негайно втелен в жизнь. Народный депутат Сергей Каплин требует расследовать деятельность своего коллеги Сергея Пашунского в то время, когда тот возглавлял наблюдательный совет Укроборонпрома. Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook. Речь в частности о пропавших на Николаевском судостроительном заводе турбинах для крейсера «Украина», махинациях с госзакупками для оборонной промышленности и якобы назначении Пашунским своих людей на ключевые должности на оборонных предприятиях. Чтобы расследовать все эти факты, Каплин требует создать в парламенте рабочую группу. Теневые тендерные схемы, оказывается, можно проводить, не прячась у всех на глазах. Так поступил Ривненский облводоканал. Через систему публичных закупок Прозора коммунальное предприятие провело тендер, выбрав самое дорогое предложение и отказав восьми другим участникам. Почему недешевые условия оказались в цене, выясняла Инна Белецкая. Условия, как в школьной задачке, Ривненскому облводоканалу понадобилось шесть деталей для канализационных сетей. Организация объявила тендер. Заявки подали девять фирм. Минимальную цену предложила фирма, которая готова была поставить детали за 294 тысячи гривен. Но ей почему-то в водоканале отказали. И еще семи тоже. Объявили победителем компанию АквАИнтех Украина, которая поставит детали в три раза дороже. Сейчас девять и восемь из них откинуты. Это показатель. Выграет фирма, которая зарегистрирована два-три месяца назад. При цене 250 купуют за 800 тысяч. То есть в три раза дороже, чем можно было. И обгонтовывают это техническими какими-то требованиями. Сразу после торгов посыпались жалобы от участника. Мол, все причины, по которым им отказали, надуманы и тендеры необходимо отменить. А скандальной закупки сообщил замминистра экономического развития Максим Нефедов на своей странице в фейсбуке. Назвав закупку «зрадой о неделе». В облводоканале заявили, не Федов не прав. Здесь, мол, не зрада, а забота о безопасности. Закупление проведено полностью соответственно законодательства. И выбрана самая пропозиция, которая соответствует полностью техническому заданию того, которое ставило предприятие. Коротко могу объяснить. Это напильные засылки на канализационные станции, где тиски больше 10 атмосфер. И любая остановка этой станции может за собой потягнуть экологическую катастрофу. Дело ясное, детали должны быть надежными и поставить их на предприятие должна надежная, солидная фирма с репутацией. Ищем офис победителя торгов по адресу регистрации. Вот она, Алена Комбинатовская, 9Б. Это котельная. Ни офисов, ни вывесок. Ну, по-моему, что с переданной такой. То, что регистрация, мягко говоря, странная, как для солидной фирмы водоканал, очевидно, не насторожила. А возможность сэкономить 580 тысяч бюджетных денег не прелестила. Все равно за услуги коммунального предприятия монополиста платят потребители, то есть жители города и Ривненской области. Засылки – это тип запирменной арматуры, который используется в мережах водопостачения. Обслуживание мережа водопостачения – это то, что закладено в тариф. И жители города за это оплачивают водоканалом. Ну, и вообще такие случаи, когда на одном, только на одной закупивле втрачается 580 тысяч гривен. Для споживающих это, естественно, великая втрата, которую они просто оплатят из своих кишеней. В водоканале проблемы в этом не видят. И, похоже, тендер отменять не собираются. А фирмы-участники обещают обратиться в прокуратуру. Утверждают, их предложение во время торгов полностью отвечали техническим требованиям, прописанным в заявке водоканала. Чем все-таки занимается фирма-победитель, неизвестно. Наверное, сейчас подсчитывают прибыль. Котельная, где не подозревают, что по этому адресу торгуют задвижками с маховиками, работает в обычном режиме. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Не все гладко с проектом «Стена». Так прокомментировал расследование возможной коррупционной составляющей директор НАБУ Артем Сытник в интервью агентству «Интерфакс Украина». Сытник отметил, работы еще много. Нужно осмотреть строение, изучить сметную документацию, провести экспертизы и ревизии. На это заявление сразу же отреагировали в погранслужбе. Именно она является заказчиком строительных работ и выбирает подрядные организации, которые должны их выполнять. Глава ведомства заявил, уже оборудованы 230 километров украинско-российской границы. Что же касается проверок, то в Госпогранслужбе их не боятся. Мы впервые это делали. У нас нет строительных организаций, которые сами могли бы строить этот интеллектуальный кордон. Там действительно есть нюансы. И много чисельных проверок с боку всех контрольных органов проводились. И проводились и с боку национальной полиции, и с боку других структур. Материалы и переданы, и НАБУ проводит проверки. Напомню, главным идеологом стены на границе с Россией был экс-премьер Арсений Яценюк. Укрепления начали сооружать в 2015-м в Черниговской и Харьковской областях. Потратили почти полмиллиарда гривен, а проект выполнили только на 12%. К примеру, в Черниговской области протяженность ограждения должна быть более 200 километров, но соорудить успели только 6. И деньги закончились. В прокуратуре заявили о воровстве. Только в Черниговской области недосчитались 2 миллионов гривен. Подрядчик местный Автодор якобы уступил работе фиктивной фирме. С марта уголовное производство о растрате бюджетных средств расследует НАБУ. Пограничники аннексированного Крыма задержали двоих граждан Украины, которые направлялись на полуостров. Произошло это на прошлой неделе, но известно стало только сегодня. В их автомобиле обнаружили книги, в том числе и свод мусульманских религиозных правил, которые в России считают экстремистской литературой. Как нам удалось выяснить, граждан Украины из Крыма выдворили, а книги изъяли. Тем временем глава Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко сообщил, его ведомство проверяет эту информацию и призвал по возможности избегать поездок на аннексированную территорию. Ну а в российском СИЗО Лефортово уже больше 10 дней находится украинский журналист. Романа Сущенко задержали по обвинению в шпионаже. Только накануне украинскому консулу Геннадию Брискаленко удалось добиться встречи с нашим коллегой. По словам дипломата, Роман жалуется на психологическое давление. Напомню, Сущенко задержали в Москве 1 октября. Обвинение в шпионаже украинский журналист не признает. С призывом приложить все усилия для освобождения Романа Сущенко сегодня выступила представитель ОБСЕ по вопросам свободы слова Дуня Миятович. Правозащитница в эти дни в Киеве, она обратилась к российскому МИДу с требованием обеспечить безопасность украинскому журналисту, предоставить ему юридическую помощь и регулярный допуск консула. Кроме того, Дуня Миятович прокомментировала ход расследования поджога нашей телестудии. Сегодня руководству редакции подробностей удалось встретиться с правозащитницей. С нашей стороны мы передали Миятович записи камер видеонаблюдения, где зафиксированы и лица нападавших, и сам поджог здания. Это то самое видео, на которое правоохранители не реагируют. Нападение на редакцию подробностей Миятович осуждает и настаивает на скорейшем завершении расследования. Я буду общаться со многими представителями общественных организаций, с высокопоставленными чиновниками, и мой сигнал будет четким. Расследование дела должно быть завершено в ближайшее время. Если кто-либо не соглашается с редакционной политикой телеканала, насилие это не ответ. Должен быть другой способ выражать свое несогласие. И я надеюсь, Ваша коллега, которая получила травмы после этого инцидента, очень быстро вернется к работе. О давлении на СМИ в Украине говорили во время текущей сессии ПАСЭМ. Украинские парламентарии встретились практически со всеми представителями групп Парламентской Ассамблеи Совета Европы и обратили внимание европейских дипломатов на нерасследованные убийства журналистов Алиса Бузины, Ольги Мороз, Павла Шуримета и ряд других преступлений, требующих внимания международной общественности. Это в первую очередь вопросы соблюдения в Украине свободы слова, соблюдения прав оппозиции и то тотальное давление на оппозицию, которое на сегодняшний день развернула власть. Мы видим понимание со стороны наших европейских партнеров и надеемся на их поддержку. Реорганизация, а не разрушение. Свободный профсоюз железнодорожников Украины вышел на акцию протеста к зданию Министерства инфраструктуры. Сотрудники Укрзалезницы выдвинули целый ряд требований среди основных. Повышение зарплаты, аттестация рабочих мест, доплата за сложные условия труда. Говорят, если чиновники их не услышат, акция перерастет в масштабную забастовку. Если им не дойдет, пойдем на вокзал. На вокзале Hyundai поставим трошки, хай постой. А в дальнейшем будем проводить технический страйк, подготовку. Это остановка, работа по инструкциям. По инструкциям ни один локомотив не поедет, ни один вагон не отправится. Все будет стоять. Доброе, что люди выходят, но плохо, что они выходят сюда, а не под залезницу. Должен быть нормальный порядок работы, порядок коммуникации между менеджментом компании и работниками. Мы, с моего боку, как министерство, готовы выстроить такой мостик, для того, чтобы те вещи, которые на сегодня не слышат, звезды работников, услышали от нас. Спустя полчаса инициативную группу протестующих пригласили за стол переговоров в министерство. Туда же пришел и один из членов правления Укрзалезницы. Разговор длился несколько часов. В итоге договорились постепенно решать проблемы и выполнять требования активистов. Борьба за лес продолжается. В Прикарпатии жители сразу нескольких сел сегодня вышли на пикет к райадминистрации. Требовали от чиновников прекращение массовой вырубки леса в регионе. Удалось ли людям достучаться до высоких кабинетов, знают наши корреспонденты. С самого утра возле надворянской райадминистрации собираются жители сел Парище, Лесная Тарновица и Гавриловка. И все вместе отправляются в кабинет к председателю. Такую делегацию чиновник явно не ожидал. Но выслушать пикетчиков ему пришлось. Первым под топор попал лес вблизи села Парище. Прежде чем жители спохватились, лесники успели вырубить почти 15 гектаров бора. Рубили бы и дальше, уверен селяне. Если бы они не заставили, тогда их уйти. Но ушли лесники, как оказалось, не так и далеко, в соседнее село Лесная Тарновица. И за два дня вырубили там два гектара столетних дубов. Когда же их выгнали и оттуда, перешли в Гавриловку. Сейчас лес Гавриловцы рубается. Зараз в теперешний час рубается. И вывозят, когда можно. Подкрадаются, порубали, и вывезли в ночи, и все. Председатель райадминистрации вызвал лесников и правоохранителей. Главный лесничий уверяет, все рубки законные. Мол, не понимает, из-за чего шум. Говорить про какие страшные срубы, перерубы, это просто эмоции. Большинство активистов чего-то эмоционально. Значит, нужно обратиться к закону. Учинное законодательство. Статья 19 лесового кодекса говорит, что... Вы порушиваете законодательство? Никто не порушивает. Вы просто говорите просто так. Такой ответ селян возмутил. Эти люди с села приехали, они лишили семью, город, и приехали, вы их сердце были. А у вас не были, потому что вы карман набиваете. А я вам еще раз говорю, вы неуважно меня слушали, что градус доверия для всех кодеков уменьшается, как на аккумуляторе. Зелено, а потом белое, а потом червое. И уже мы говорить так не будем. Это я вас попереду, от имени громады, что возьмем вас, привязываем с теми, что крадут разум. Рубят лес законно или незаконно, в местной полиции еще только разбираются. Селяне считают, пока они бегают по инстанциям, полиция и чиновники своими обещаниями разобраться, сознательно тянут время. А вот лесорубы трудятся, не покладая рук. И леса Франковщины исчезают. Ольга Теревинская, Жанна Дучак, Зиновия Автонас. Подробности, телеканал Интер, Ивано-Франковская область. Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. Дело пьянь, что грозит мажору, устроившему смертельное ДТП в Кропивницком. Войцеховские недострои. На кого повесили проблемы, обманутых скандальным застройщикам инвесторов. Ненужные люди, кто выгоняет инвалидов-переселенцев с востока Украины из-за детского санатория. Еще одна скандальная история получила сегодня продолжение. 40 недостроенных домов, которые принадлежат столичному застройщику Анатолию Войцеховскому, не подключат к инженерным сетям, а значит в них не будет отопления. Об этом заявили в Киевгородминистрации. Там уже месяц работает комиссия по делу незаконных жилых домов скандального строительного короля. Войцеховского еще в июле задержала генпрокуратура. Его обвинили в уклонении от уплаты налогов и создании организованной преступной группировки. Идут суды. А сегодня на сайте Киевгородминистрации опубликовали полный список недостроев Войцеховского с адресами. Городские власти обратились к людям с призывом не инвестировать в незаконную, по их мнению, недвижимость. Генпрокуратура Украины Напомню, по мнению экспертов, империя Войцеховского, это 60 фирм, оформленных на подставных лиц для захвата земельных участков в Киеве и присвоения денег инвесторов. Эта строительная афера в несколько раз крупнее печально известного элита центра. От тех махинаций уже пострадали около 15 тысяч человек. А против Войцеховского открыто 46 уголовных дел. По ходатайству прокурора в суд арестовал его на два месяца, но буквально через неделю он вышел под залог в 14 миллионов гривен. По слухам, Войцеховский тут же сбежал в Россию, однако, по данным ГПУ, скандальный застройщик в Украине и сотрудничает со следствием. В Крапивницком судят сына экс-начальника налоговой инспекции города. Пьяным он устроил смертельное ДТП. В той аварии погиб дедушка, пострадали трое детей, мама и бабушка. А сам виновник отделался с синяками, да и то полученными преимущественно от свидетелей, которые его же и задержали при попытке сбежать. Как проходит судебное разбирательство? Подробности в нашем сюжете. Эти жуткие кадры сняты на месте аварии. ДТП произошло поздним вечером в конце июня. Водитель Ситрэна на скорости не вписался в поворот, вылетел на встречную полосу и протаранил москвич. По словам очевидцев, от удара старенький автомобиль перевернуло в воздухе. Пожилой водитель москвича погиб на месте, его жену, невестку и трех маленьких внуков увезли в больницу. Вызвали скорую. Я смотрю, один убежал с машины, сына Марки. Второй начал кричать, чтобы его держали. Он тоже хотел убежать. Он готовый, он никакой. За рулем Миномарки был 20-летний студент Александр Постриганенко, сын экс-начальника налоговой инспекции Кропивницкого. Во время суда он требует запретить фото- и видеосъемку. Судья разрешает снимать заседание, но не самого Постриганенко. Начинают с прокурора. Тот заявляет, обвиняемый и раньше нарушал правила дорожного движения. За два года три админпротокола. Свою вину Постриганенко признает. До того, как я, собственно, все это произошло, я находился на пляже, было жарко, я выпил бокал пива. Чувствовал себя нормально, я искренне каюсь, мне вообще жаль, что так получилось. Больше всех во время аварии пострадал 6-летний мальчик. У него множественные переломы. Чтобы ухаживать за сыном, матери пришлось уволиться с работы. Ну, как он может вернуться к полноценной жизни, если у ребенка железо в ножке стоит, как бы тут еще предстоит хирургическое вмешательство. Очень большие финансовые затраты. Пострадавшие требуют, чтобы виновник ДТП компенсировал расходы на похороны погибшего родственника. И лечение всех пяти пострадавших. Это около 100 тысяч гривен. Такие деньги виновник аварии выплатить готов. А вот полтора миллиона гривен морального ущерба нет. И просит суд сумму пересмотреть. Сейчас мажору грозит от трех до восьми лет тюрьмы. Но по закону Савченко этот срок может значительно сократиться. В случае того, что если он заявит, то если он заявит, то ему будет зарабатываться один день в СИЗО, как два дня пребывания уже безусловно по выруку. Впереди еще не одно судебное заседание. Приговор должны вынести в конце октября. Елена Брынцева, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер. Кропивницкий. Вернуть госрегулирование цен на социально значимые продукты. Группа нардепов готовит обращение к правительству с требованием восстановить госинспекцию по контролю за ценными на потребительском рынке. Напомню, 10 сентября Кабмин ликвидировал эту структуру, что сразу сказалось на ценах товаров первой необходимости. У нас сегодня яйца стали по 27 гривен за десяток. Мука 21 гривну. И батоны уже по 9. Украинский хлеб по 9. Будем требовать, все вот у кого остался разум, требовать от правительства, они сделали это в виде эксперимента, немедленно вернуть, немедленно вернуть государственный контроль над необходимыми вещами. В первую очередь это мука, это крупа, это хлеб, самый простой хлеб. Это, короче, все, что входило в тот минимальный пакет, потому что они думают, что люди жируют, они на самом деле уже ни мяса, ни рыбы не покупают, уже муку и макароны. Очередную волну обнищания может спровоцировать и отмена системы упрощенного налогообложения для малого бизнеса. Об этом заявил лидер оппозиционного блока Юрий Бойко во время встречи с частными предпринимателями в Киевской области. Напомню, пересмотреть упрощенку Украине рекомендуют в МВФ. Также нардеп заявил, оппозиционеры будут против любых изменений в налоговом законодательстве, которые могут ударить по малому бизнесу. Наши семьи, дети, газ таки дорогий. Как его виживать вообще? И еще забраться единый податок? Ну, как это может быть? Уряд подписал меморандум за МВФ. Стосовно того, чтобы они изменять податковую систему, на которой вы работаете. Понялось, что это неправильно. Но для того, чтобы отримать от вас информацию, я приехал. Я уже вижу, что у вас много, что тут люди работают на этом, что я рабочие места, и мы будем против этого выступать. Мы не в уряде, мы в оппозиции, и мы будем сказать, что неможливо таке работать. Не нужно это делать, потому что люди просто втратят свой бизнес, свою остальную возможность гадать свои семьи. Ненужные люди. В Одессе резко обострилась ситуация вокруг инвалидов-переселенцев с Донбасса. И без того беспомощные сейчас они оказались на грани выживания. Все подробности расскажет Андрей Анастасов. Как и обещали, под предлогом проведения ремонта администрация санатория Куяльник отключила в жилом корпусе воду, электричество и остановила лифты. Неделю инвалиды прожили в экстремальных условиях. Горячая пища лишь от волонтеров и церковников. Накануне свет все-таки дали, но лишь до субботы, когда большая часть переселенцев, примерно 50 человек, отправится в Донецкую область. Их готов там принять санаторий «Святые горы». С 15 октября с утра все будет отключено. Будут только включены лифты, и то для того, чтобы люди спустили свои вещи. Но еще около 40 человек отказываются как возвращаться на Донбасс, так и переезжать в дом-интернат в селе Борщи, в 250 километрах от Одессы. Этот вариант предлагают местные чиновники. У Аллы непомнящей старшая дочь инсулинозависимый инвалид по зрению. Младшая – колясочница с ДЦП. Женщина опасается, что в селе может остаться без нужных медикаментов и специализированной помощи. У нас нет возможности, вообще возможности, да имея два инвалида с такими патологиями, жить в таком отдаленном расстоянии. Это может плачевно оказаться с испытательным исходом. Что будет делать дальше, когда администрация все же закроет корпус на ремонт, Алла не знает. Надеется на общественный резонанс. И чиновников, дескать, найдут ей жилье поближе к областному центру. Чиновники, к слову, уже неделю в Куяльнике не появлялись. Сетуют беженцы. Мы думали о том, что вчера приедет власть и хотя бы перепишет тех людей, которые никуда не могут поехать по каким-то жизненным ситуациям. Но, к сожалению, никто из чиновников не приехал. Мы пытались разрешить вопросы, объясняли, что просто необходимо остаться. Но нас как будто бы не слышали. Только борщи, борщи, борщи. На сайте областной администрации, между тем, сказано лишь, что 15 октября будет организован переезд инвалидов в Донецкий-Святогорск. О судьбе остальных ни слова. Видимо, вопрос как-то будет решаться на месте. Но уже с громким скандалом. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности телеканал Интер. Одесса. Только за последние сутки в Днепр двумя вертолетами санавиации доставили 11 раненых бойцов из зоны АТО. Трое получили ранения под Донецком, а 8 человек во время массированного обстрела под Мариуполем. Пятеро раненых находятся в реанимации больницы имени Мечникова. Все они в сознании. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Все требуют реанимационной помощи. Один из командиров, командир батальона, с поломанным позвоночником, также с кальпированной раной головы, в настоящее время готовится к операции. Четверо получили минозрывные травмы, тяжелые. Гранатометы, минометы разных калибров, 120-80-го, бронетехника. И все это в шквале произошло. И толком понять было невозможно, что происходит. На Мариупольском направлении двое украинских военных погибли. Это подтверждают официальные данные Минобороны. Сутки там не прекращала работать артиллерия и минометы боевиков. Самые горячие точки Толоковка и Широкино. Геннадий Вивденко продолжит. Только с нуля часов сегодня артиллерия врага стихла. Но к тому времени позиции военных в Марьинке, Павлополе и Широкино боевики буквально трамбовали из тяжелой артиллерии. Только в Широкино зафиксировано две сотни обстрелов. Ложила самоходная артиллерия, 122-мм. Мы вторые минометы ложили, 120-е минометы ложили. Также враг использовал 152-мм орудия самоходной установки. Известно, что среди бойцов есть необратимые потери. Около десятка в этом районе ранены и контужены. Окончательные данные еще неизвестны. Начали сильно шмалять. Постоянно в движении. По пару часиков спим. Слышно мошенник перед Кемарем. Конечно, тяжело. Простые люди, правильно. Военные говорят, постепенно наращивать огонь противник начал еще с прошлой субботы. Хотя еще в пятницу произошел отвод войск в районе Богдановка, Петровская, неподалеку Мариуполя. А за последние сутки на линии Маренко, Павлополь, Широкино состоялось пять пехотных боев. По словам бойцов, враг подходил на расстояние 15 метров Широкино. Понес большие потери и отступил. Но отвечают военные только стрелковым оружием. Наблюдатели из АБСЕ ограничивают украинские силы в артиллерийском ответе. Вместе с тем, по украинским разведданным, миссия не контролирует применение тяжелого вооружения с той стороны. А в районе оккупированных Безымянного, Саханки и Коминтерного сосредоточены еще и грады противника. Впрочем, сейчас, по данным штаба армейцы, здесь надежно удерживают позиции. Геннадий Вивденко, Вадим Ривун, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Отголоски дебатов. После недавней теледуэли, которую осмотрела вся Америка, кандидаты в президенты США поменялись ролями. Как Хилари Клинтон, которая раньше была догоняющей и теперь пытается утопить соперника. И как Трамп спасает рейтинг и репутацию. Дмитрий Анопченко об этом. Он в Вашингтоне. Одна игра сменила другую. Об этом сегодня пишут все газеты Трамп и Хилари. Если раньше они шли практически наравне, постоянно догоняя друг друга, то сейчас Клинтон на волне скандала вырвалась вперед. В некоторых штатах у нее преимущество 4-5%. Если раньше Трамп постоянно атаковал, а Хилари защищалась, то сейчас вынуждена наоборот. И демократы делают все, чтобы сохранить это временное преимущество. Способ понятен. Не дать Америке забыть о пленках Трампа. И на каждом митинге еще и еще раз напоминать избирателям о его словах в адрес женщин. Разница между нами понятна. Перефразируя мою подругу Мишель Обаму, один из нас взлетел, другой пал очень низко. Трампу тоже на ходу приходится менять стратегию и демонстрировать. Семейные ценности и для него важны. Вот на недавнем митинге на руки кандидата усадили этого милого малыша, так похожего на него. В черном костюме, с фирменным трамповским красным галстуком и столь же фирменным светлым чубом. Он старается выглядеть как Дональд Трамп, но на самом деле гораздо лучше, чем я. Ты такой красавчик. Понимая, что уже обнародованная пленка с его откровениями, возможно, не последняя, Трамп теперь просто со сцены предупреждает штаб демократов, мол, лучше не надо, зуб за зуб, мне тоже найдется, что поведать. Если они хотят сделать достоянием общественности еще пленки, где я говорю что-то неподобающее, то я продолжу, расскажу о том, как Билл и Хиллари делали что-то неподобающее. А этого так много, скажу я вам, ребята. Так что кампания продолжается. Скандал, который похоронил бы любого политика, шоумену и бизнесмену, все-таки позволил остаться на плаву и продолжать гонку. Но сейчас еще одним ударом по нему стал отказ в поддержке людей из близкого окружения. Самая ощутимая потеря. Нынешний спикер Палаты представителей Пол Райан. Человек в стране очень популярный, как говорят, будущий кандидат в президенты от республиканцев, он агитировал за Трампа, но после скандала решил самоустраниться. А вот как отреагируют сами американцы. Верные Трампу избиратели пока непонятно. Сам он рассчитывает на их поддержку. По-прежнему. Какие бы новые скандалы не вспыхнули в оставшийся месяц. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Как живет судья-взяточница в Латвии и на какую работу устроилась коррупционерка? Об этом не только смотрите в нашем обзоре. Бывший судья Рижского окружного суда Ивета Берзиня устроилась на работу официанткой. В прошлом важный чиновник теперь разносит пиво и кофе в кафе Риги. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в Латвии задержало судью Берзиню два года назад по делу о взяточничестве. Вину доказали, Берзиня во всем созналась и уже выплатила в госкассу штраф 45 тысяч евро. Именно столько взяла на лапу. С трудоустройством оказалось сложнее. Только сейчас женщина нашла новую работу. Более тысячи желающих со всей Европы приехали на кастинг «Игры престола» в Испании. Хотя для съемок в массовке популярного сериала режиссеры пригласили всего 200 мужчин атлетического сложения без татуировок. А также согласных сберить, либо же наоборот отрастить усы и бороду. За один съемочный день пообещали 54 евро. Некоторые простояли у ворот лагеря всю ночь, чтобы первыми попасть на отбор. Компания Samsung окончательно отказалась от производства смартфона Galaxy Note 7. Модель стала головной болью для руководства и снизила рыночную стоимость компании на 17 миллиардов долларов. А все из-за проблем с батареей. Гаджеты взрывались при подзарядке. Сначала смартфоны обменивали на новые, выплачивали компенсации, а теперь и вовсе прекратили производство. Герои популярного мультсериала «Симпсоны» предсказали сразу двух обладателей Нобелевской премии 2016-го. Причем сделали это еще в 22-м сезоне, который вышел в эфир 6 лет назад. По сценарию накануне просмотра прямой трансляции вручения премии в Стокгольме, дети «Симпсоны» предположили, что лауреатом по экономике станет Джагдиш Бхаквати, а по химии Бернард Феринга. Имена ученых реальные, но победили они не в 2010-м, а только теперь. Австрийский лыжник-фрирайдер покорил интернет своей программой тренировок. Андрей Рагетли разработал систему, благодаря которой успешно преодолевает горные вершины. Его полоса препятствий для занятий паркуром идеально подошла для горнолыжного спорта. В соцсетях ролик посмотрели 3 миллиона пользователей. Тыква по прозвищу «Оранжевый гигант» выиграла конкурс в Калифорнии. Вырастила рекордсмена учительница Синди Тобек из штата Вашингтон. Вес огромной тыквы 866 килограммов. За свой урожай педагог получила приз 11 тысяч долларов. Уже не смешно. Ситуация с жуткими клоунами, о которой мы рассказывали накануне, вышла из-под контроля. Ряженые держат в страхе Великобританию. Полиция сообщает об арестах шутников, пугающих прохожих. Что это? Безобидные розыгрыши или же преступные атаки? Разбиралась наш британский субкор Светлана Чернецкая. Они думают, что это смешно, выскочить из-за кустов, размахивая ножом перед детьми. Каждый день в Великобритании десятки обращений в полицию. Люди запуганы нашествием клоунов. Они появляются в темных переулках, разгуливают по детским площадкам, заглядывают в окна домов и перехватывают автомобили. То, что сначала может показаться безобидной шуткой, часто заканчивается истерикой. Мода на переодевание в клоунов пришла из Соединенных Штатов. Она уже захватила Канаду и Австралию и вот добралась до Соединенного Королевства. Мишенями псевдо-циркачей становятся и дети, и взрослые. В Лестершире у беременной женщины начались преждевременные схватки после встречи с таким шутником. Дети боятся ходить по улицам. Такие действия могут вызывать тревогу и ужас. Это может восприниматься как угроза и, соответственно, грозит арестом и судимостью. Мы призываем всех прекратить подобные розыгрыши, иначе тюрьма неминуема. Уже есть задержанные, пока они отделались предупреждениями или штрафами. Среди арестованных и 30-летний мужчина, и 13-летние девочки, которые специально ходили в начальную школу пугать детей. Еще одного подростка исключили из школы за онлайн угрозы об атаках клоунов. Учебные заведения из-за этого даже эвакуировали. Впрочем, иногда горе-шутникам приходится отвечать за нелепые розыгрыши прямо на месте. Это розыгрыш, розыгрыш! О боже, посмотри на свой нос! Вот что случается, когда пытаешься напугать людей. В местной прессе даже нарисовали карту клоунских похождений. На ней отмечены места атак. И хорошо видно, что помешательство охватило всю территорию Великобритании. Особенно активизировались клоуны сейчас, в преддверии Хэллоуина. Традиционный праздник смешных костюмов, который широко отмечают в стране, грозит превратиться в устрашающее действие. Во многих городах усилили полицейские патрулирования. За порядком следят и агенты в гражданском. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Следите за развитием событий на нашем сайте. Подробности.ua. А в прямом эфире увидимся уже завтра. Хорошего вам вечера и до встречи на Интере. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова